Друзья, турнир UFC 273 и противостояние Чимаев-Бернс позади. Поединок получился очень зрелищным, он получил бонус за бой вечера. И, пожалуй, да и, наверное, без каких-либо вопросов, это был самый тяжелый поединок в карьере Хамзата Чимаева. Номер 2 официального рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс подверг максимальной проверке молодого непобежденного проспекта, который мчится очень серьезным темпом к титульному бою и некоторых болельщиков заставил задуматься о перспективах Хамзата Чимаева. Первый вопрос, прошел ли проверку Хамзат полноценную и оправдан ли был тот пояс хайпа, который сопровождал Борза на протяжении всей карьеры? Давайте постараемся разобраться в этом вопросе. Ну, многие же говорили, что если бой затянется, если Хамзата заведут в глубокие воды, там будут главные вопросы. Таким образом, получается, Хамзат был затянут в глубокие воды, он прошел всю дистанцию, у него были определенные проблемы в этом поединке. Он их преодолел, показал характер, а значит, действительно прошел проверку. Повторюсь, топовым бойцом Гилбертом Бернсом, который в этом весе проигрывал лишь чемпиону Комару Усману. Это очень достойное выступление. Два раунда было за Хамзатом, один раунд был за Бернсом. У обоих были свои удачные моменты, но очевидно, что Хамзат был лучше в первом и в третьем раундах. Мог ли Хамзат одержать победу малой кровью, не пропуская эти ненужные удары? Я думаю, мог, потому что очевидно, что Чимаев не слушал свой угол. В перерывах его тренер Андреас очень ругал его, он постоянно говорил ему, слушай меня, слушай угол. И знаете, даже просматривая этот поединок, я не вникал в то, что говорит его тренер, но было очевидно, что Хамзат имел преимущество на дистанции. Это очевидно, что его конечности длиннее, его рич больше, и он перебивал своего соперника с дистанции. И первый нокдаун также пришел с хорошего джеба, находясь на дистанции, Хамзат доводил свои удары до цели. Но как только Хамзат терял какие-то тактические нити, как только он шел вперед добивать соперника, как только он пытался вкладываться в каждый удар, это доставляло ему определенные проблемы. Именно проходя свою удобную дистанцию, входя в среднюю и ближнюю дистанцию, он пропускал эти удары навстречу, которые Бернс выбрасывал довольно-таки много и очень опасно. И поэтому излишняя эмоциональность, излишняя нацеленность на финиш. И мне кажется, Хамзат немного не перестроился. То есть он работал так же, как с предыдущими соперниками. Он просто пытался взять наскоком, просто сразу пошел вперед. На этом уровне, когда ты уже переходишь на уровень выше, на несколько уровней выше, можно сказать, в плане оппозиции, это так не работает. И поэтому у Хамзата были определенные проблемы. Многие говорят о кардио Хамзата. То, что он устал. Да, он устал, но с другой стороны, мы должны понимать, что Хамзат выбросил 239 ударов. И каждый второй из них, как показывает статистика, там, 130 чем-то были силовыми. Получается, он постоянно вкладывался в удары. И, в принципе, то же самое можно сказать о его сопернике. Без малого 500 выброшенных ударов на двоих. Бой был плотным. Бой был в хорошем темпе. С хорошими попаданиями обоюдными. С силовыми, что самое главное. И даже если сравнить с тем же боем Ян Стерлинг, где было выброшено на порядок меньше ударов, мы понимаем, что понятно, почему бойцы устали. И кто-то говорит, что это был трехраундовый бой. Хамзат устал. А что было бы в пятираундовом бою? А что будет с Усманом? А что будет с Колби Ковингтоном? Но к пятираундовому бою Хамзат и готовится будет по-другому. И будет знать, с кем ему придется встретиться. И плюс вот эти три раунда, которые сегодня прошел Чемаев, мне кажется, это самое лучшее, что с ним случалось. Именно в профессиональной карьере. Потому что это даст ему намного больше, чем те финиши, которые он оформлял один за другим. И перед вероятным боем с Колби Ковингтоном, который, несомненно, будет пятираундовым мейн-эвентом, и кажется, что это очень хороший опыт. Сейчас Хамзат поймет, что ему делать по-другому. Поэтому, я думаю, в пятираундовом бою нужно запрягать немного медленнее. Нужно начинать более, скажем так, в таком спокойном темпе. И эти пять раундов можно пройти. Что касается его будущих соперников, все равно сегодняшнюю победу мы оцениваем через призму Усмана и Ковингтона. Потому что это то, с чем предстоит Хамзату столкнуться на следующем этапе. Он будет вторым номером в обновленном рейтинге. Очевидно, он станет на место Гилберта Бернса. На первом месте Ковингтон, дальше чемпион. Я думаю, пока Усман разбирается с Эдвардсом, Чимаев проведет бой против Ковингтона. И победитель этой пары, скорее всего, и Чимаев. Потому что в том плане, что не то, чтобы Чимаев обязательно победит, а в том плане, что Ковингтон уже два раза дрался за пояс. Поэтому, если выиграет Чимаев, то он будет следующим претендентом. Это довольно-таки понятно. И знаете, мне кажется, в чем-то Бернс, он даже неудобнее и опаснее был для Чимаева, чем тот же Ковингтон. Очевидно, что у Ковингтона лучше борьба. Все-таки он базовый борец. Его борьба, она более классическая, более, скажем так, детали знает лучше Колби Ковингтон. Именно борьбы. Все-таки борьба Гилберта Бернс, она такая более силовая. Он все-таки базовый грэпплер. А Ковингтон, он всю жизнь был на матах. Он всю жизнь боролся именно по правилам вольной борьбы. Поэтому в этом плане с ним будет тяжелее. Но с другой стороны, Ковингтон не обладает таким тяжелым ударом. И не обладает грэпплингом. Такими возможностями на спине, как у Гилберта Бернса. Мы видели, даже переводя партер Гилберта Бернса, у Хамзата не было, скажем так, таких пространств для атак. Очень грамотно накидывал приемы. Бернс очень грамотно он вязал. Если удастся перевести Ковингтона в партер, то, конечно же, такой опасности там не будет. Но другое дело, что перевести Ковингтона тяжелее. Ну и, конечно, кардио. Мы знаем, что Ковингтон дает очень серьезный темп, он практически не устает. Он дрался 5 раундов, у него есть опыт. И с ним нужно будет работать немного по-другому. Я думаю, этот поединок, он, скажем так, доказал, что Хамзат боец топовый. Он доказал, что Хамзат может конкурировать на этом уровне. Нужно будет подправить кое-что в игре. Нужно будет быть более собранным. Нужно слушать свой угол. Нужно убрать эмоции. Нужно убрать вот этот настрой. Просто задавить соперника с первого раунда. И рано или поздно это должно было случиться. И у всех же возникал вопрос. Если не удастся Хамзату удосрочить своего соперника. Если не удастся взять на сколько своего оппонента. Что же будет? И вот сегодня мы получили ответ на этот вопрос. Повторюсь, этот бой это лучшее, что происходило с Хамзатом Чимаем в его карьере. Мы с нетерпением ждем его следующих выступлений. Каждый бой Хамзата это бонус. Исключением не стал и этот поединок. Каждое выступление Хамзата это повышенное внимание. У него уже есть задатки суперзвезды. Для кого-то он суперзвездой уже и является. И пожалуй, со времен Конора это первый боец, который такими темпами привлекает к себе огромное внимание. И UFC будет делать акцент на этом парне дальше. Тем более он выигрывает. Тем более его, скажем так, какие-то высказывания, интерес и хайп, которые его сопровождают, они подкреплены очень серьезными навыками. Ну что ж, друзья, делитесь в комментариях своим мнением. Самый главный вопрос, оправдал ли Хамзат Чимаев весты, которые выдавались ему. Оправдал ли он тот поезд хайпа, который его сопровождал. И прошел ли он в полной мере проверку. Я считаю, что да. Как считаете вы, делитесь своим мнением.